Здравствуйте! С наступающим Новым годом вас! За братиками и сестрами для своих детишек. Поздравлять роженец под Новый год в этом роддоме уже традиция. За час Дед Мороз со Снегурочкой обошли все 24 палаты. Маму показывали своих богатырей и дюймовочек. 25 декабря в Рождество родилась девочка. 3,250, 52 сантиметра. Ева назвали. Мне вообще ставили срок на 31-е, на 1-е числа. Я вообще думала, что вы Новый год отмечаете в роддоме. На самом деле не очень-то хотелось под Новый год рожать, но все очень даже радужно. Пандемия родам не помеха. В 2021-м только здесь приняли почти 3,5 тысячи родов. И это на 170 больше, чем в 2020-м. С недавнего времени возобновили и партнерские. Ольга приехала рожать с подругой Александрой. Схватки начались в 4 утра. Ждут мальчика Романа. Мы дружим со 2-го класса. Мы, получается, учились вместе и вот до сих пор. И мне кажется, что мы уже стали сестрами. Присутствуют очень жесткие ограничения. Нужно обследоваться обязательно. Флюорография. Но это было и до этого. Анализ на ВИЧ и обязательно ПЦР. Всего за 12 месяцев текущего года в регионе родилось почти 40 тысяч детей. Три тройни и 182 двойни. Самые сложные случаи беременности наблюдают в перинатальном центре. Здесь около 8 тысяч родов. Выходили троих малышей с рекордно малым весом при рождении. 620, 640 и 650 граммов. Сразу у двух тысяч беременных тюменок был подтвержден диагноз коронавирус. Одну женщину спасти не удалось. Однако тюменские врачи поставили на ноги 30 роженец с максимальным поражением легких. Одна из них, Азалия Халитулина, перенесла клиническую смерть. 7 дней была в искусственной коме и месяц на аппарате ЭКМО. Метод лечения в этом году впервые освоили тюменские врачи. Правительство области закупило два таких аппарата. Но даже под Новый год врачам расслабляться некогда. У нас сейчас пациентка в реанимации находится, беременная, молодая женщина, 27-летняя, которая обратилась на пятый день заболевания. На пятый день у нее было 47%, на седьмой день у нее было 85%, а вчера, через сутки мы сделали КТ, у нее поражение 95%. И она тяжелейшая. Всего под наблюдением врачей сейчас остается 40 беременных женщин с ковидом. В новогодние праздники не только мы на госпитале, все роддомы будут работать круглосуточно. Анастасия Лизаревич, Александр Старожок, Алексей Гринко, Тюменская служба новостей.